Всем привет! Сегодня у нас очередная проблема с CS GO, и дело в том, что она снова отвалилась. А именно, она сворачивается автоматически во время игры, и после этого не разворачивается. Но все же вы продолжаете слышать звук, также можете сами говорить в чат, а также выполнять действия в игре. Но перед вами рабочий стол, и развернуть изображение у вас никак не получается. В первую очередь нам необходимо выяснить, почему это происходит. И в моем случае при сворачивании в панели уведомлений Windows можно увидеть такое сообщение. Приложению заблокирован доступ к графическому оборудованию. И тут я начинаю вспоминать, когда это произошло. А произошло это тогда, когда я обновил графический драйвер. Radeon Software Adrenaline 2020 Edition принес немало проблем владельцам видеокарт от AMD. И как ни странно, это одна из них. Решил эту проблему достаточно просто. В адресной строке вашего браузера вводим Radeon 19.12.1 «Скачать». Далее смотрим официальный сайт AMD.com. Переходим по ссылочке и попадаем в загрузчик архивных версий драйвера AMD. Почему 19.12.1 вы спросите? Да потому что это стабильнейшая версия, которая была до обновления 2020 Edition. Далее листаем вниз. Выбираем версию вашей операционной системы и просто нажимаем «Скачать». Все. Далее устанавливаем, прежде конечно же удалив старый. И эта проблема именно у меня была решена. Если ваша проблема не связана с видеодрайвером, то можно сделать следующее действие. Во-первых, зажимаем Alt плюс Tab. И попробуйте выбрать Counter-Strike Global Offensive. Возможно, она развернется. Если же вдруг она не развернулась, переходим в Steam. На Counter-Strike нажимаем правой кнопкой мыши. Свойства. Далее выбираем локальные файлы. Посмотреть локальные файлы. И мы попадаем в папку с игрой. Внимательно смотрим в панель навигации. Здесь указан путь до игры. Здесь нужно посмотреть внимательно, чтобы в папках не было русских символов. Только латинские, либо английские. Как вам удобно. Значит, локальный диск E, Steam, Steam, Apps, Common, Counter-Strike. Если же здесь где-то будет указано, к примеру, прямо на русском языке игры, то вам необходимо будет переместить эту игру в другую папку, где не будет русских символов. Для этого нажимаем сменить папку установки и вводим новый путь, где не будет, еще раз повторюсь, русских символов. Это может являться причиной сворачивания CS. Следующий способ. Не выходя из свойства Counter-Strike Global Offensive, нажимаем проверить целостность файлов игры. И дожидаемся окончания проверки целостности. Если же там есть поврежденные файлы, то они могут влиять также на эту проблему. В итоге вы можете получить вот такое вот сообщение, в котором говорится, что у вас поврежден файл. Дождитесь окончания загрузки этого файла и, возможно, ваша проблема решится. Еще одна проблема, о которой вам следует знать, это куда установлена ваша Counter-Strike. К примеру, себе я устанавливал твердотельный накопитель. АКС у меня установлен на другом, на жестком диске. И дело в том, что сам клиент Steam установлен у меня, получается, на диске C, то есть на твердотельном накопителе, а КС на обычном диске под файлой, то есть HDD, жесткий диск. И это тоже может являться причиной. Лучше всего, чтобы КС была на том же диске, где установлен клиент Steam. То есть диск C, то есть на твердотельном накопителе. Переместить можно тоже очень просто. Также нажимаем, как я и говорил выше, сменить папку установки, и выбираем диск C, программ файл, Steam. И туда уже перемещаем нашу Counter-Strike. После всех этих манипуляций, что я перечислил, в принципе, проблема должна исчезнуть. И все же, если у вас не исчезла проблема, также на форумах я читал, что люди пишут, что им пришлось столкнуться с тем, что пришлось сбрасывать операционную систему. Просто можно вернуть компьютер в исходное состояние. Этот способ я не проверял лично, потому что до этого момента мне не приходилось доходить, проблема решалась теми способами, что я перечислил. Надеюсь, что ваша проблема будет решена. Увы, такие ролики должны быть на канале, потому что они решают многие проблемы пользователя. Именно поэтому я хочу вас попросить не отписываться от канала из-за подобных роликов, потому что, конечно же, они могут быть неинтересны большинству человек, у которых не возникла эта проблема. Но не забывайте, мы помогаем другим людям. Кто еще не подписан на канал, пожалуйста, подпишитесь. Это сделать несложно, нажав внизу кнопочку подписаться. Ну и в конце концов, хочу пожелать вам доброго здоровья и спасибо за внимание.